Всем доброго времени суток, меня зовут Гаренович, это 55 часть видео прохождения игры Ведьмак 2, убийца королей. Так, вы могли заметить, что предыдущие видео стали до 15 минут, это потому что youtube-сервис задолбал своими этими правами для авторских видео прохождения, я не вставляю здесь ничего, у меня есть все права на этот контент, у меня есть это, у меня есть столбик, каждый раз все это оспаривают, в итоге добавление видео больше 15 минут у меня отключили, ладно, хрен, я не отправил все эти возражения, может быть подключить, а если не подключить, будем смотреть 15 минут, вот так оно все вышло. Так, ну, вернемся в прохождение, на четвертнем лагере мы находим кондотьера, то есть наемника, с которым надо побороться на руках, чтобы во второй главе завершить побочный квест с борьбой на руках, вот такая вот постология. Можете с ним поболтать и быстро, но ползет потихоньку. Разные переслышки можно рассказать. А все-таки, что это значит? Это значит, что мне надо поторопиться. Борол с первого раза, поэтому у меня была, как сказать, был неплохой вечер. Да, и приношу извинения за то, что видео, две части, вернее, видео, вдохновение без комментариев, я не стал переписывать, я просто удалил нахрен на туда, в комментарии, разбил видео на два. Ну, там, в принципе, так все понятно. Если кому не понятно, что вдохновенно это и есть тот самый солдат, который убил Сабрин углевесик. Вот. Ему мы узнаем, что копию, вроде бы, должно было находиться у торговца на древностине, который находится в столовой. А с того мы уже узнали, что копию, скорее всего, находится сейчас у Юрия. Ну, и, соответственно, нам придется, скорее всего, убежать через поле призрачной битвы для того, чтобы поиметь копье, но и не только копию. Как вы помните, он нужно четыре хребняца для снятия и проклятия. Вот. Ну, пока я тут болтаю, наемник рассказывает, что было под бреной. Я не могу, наверное, воевать без конца. Я сделал маленький перерыв. Что-то вроде бедового месяца. Но мне нравится мое ремесло. Сейчас, возвращаясь к Ютубу, достали эти, блин, мелкие накладки. Я знал одну наемницу. Ее звали Райла. Ах, умели ее. Я застрелил. Одно наше слишком многое многое эмоции. Если превышает какой-то лимит, то вам отрубают возможность добавления большого длинного видео. Ну, давай поговори. Не знаю, я там удалял файлы, которые давно-давно никто не смотрит. Плюс отправил хреново кучу возражений. Ну, а не знаю. Получится, не получится. Ну, хрен, что. Буду по 15 минутам. Говорят, в борьбе на руках тебе нет разных. Вот. Вот уже по поводу борьбы на руках. Кстати, достаточно серьезно сильный профиль. Чудом-чудом победил. На ножах. У него был нож. А у меня голые руки. Вот держу я его со запястья и смотрю как он. Тем не ножка моему горд. Сильный он был. А выносливости его не хватило. А как я почувствовал, что он слабее. Вывернул ему руку и перерезал горло. К придворному волшебнику джетману. И рассказать ему про копеют. А вот именно чем-нибудь по-моему. Сразишься со мной? Если всех остальных положишь, то и с Адамом Панградом можешь посостязаться. Ты вроде всех переборол. Значит можно побороться, когда захочешь. Значит уже можно побороться. Ставки уже тут такие нехилые. Минимальная ставка 50 монет. Я боюсь представить сколько в третьей части будет. Давайте начнем. Я готов. Узнал бы что сразу поставил. Я боюсь проиграл бы. Ну еще раз повторюсь. Видите, вся сложность в том, чтобы вот этот левым джойстиком держать на одном и том же месте. Значочек достаточно сложный. Из-за того, что стик не очень хорошо слушается. Это не мышка. Ну так, был таким же крепким как ты. От Адама Панграда сейчас осталась бы куча белых костей. Адама Панграда. На твою счастье с ставкой были только деньги. Можем отправляться к Дэтменде. Если кто тебя и сможет побороть, то только Нума. Что за Нума? Цирковой силач. Его прозвали Могучим Нумой. Он жмет как дистину. И, скорее всего, мы встретимся уже в третьей главе. В третьей главе. Ну, кто-то нам намекает, что этот гаденов, какие-то вроде бы эликсиры. Может, с ним вроде бы эликсиры? Ну, по-моему, мы тоже можем пару эликсирков принять награду. Не знаю, у нас все равно никто на это не поймает. Так, ну вот. Борьба на руках. Квест закончен. Во второй главе. Так, давайте поговорим с Дэтмендом. Ты поговорил с королем? Он особенно обрадовался тому, что его можно отсечь от проклятия. Это хорошо. Мне понадобится медальон жреца Креста. А я слышал, что он королем. Он ничего тебе не даст. Пока ты не освободишь его от проклятия. И его можно понять. У тебя большая шанс не вернуться после встречи. Время. Ох, Дед Мальчик. Скажу сразу. Вы просто боитесь, что я прошу вас тут со всем этим бардаком. Я-то как раз не боюсь. Я знаю, зачем ты здесь. Да, интересный момент. А что ты короля? Ты можешь обругать его. Обозвать идиотом, если так хочется. Но просить не советую. Закончим разговор. Закончим разговор. Дед Мальчик нам еще даст неплохой доспех. Если его прокачать, он наверное будет лучше того, который я нашел в предыдущей части. Ты должен пройти через углу, иначе заклятие не снимешь. Я дам тебе белый флаг. Ты будешь нашим послом. Поскольку это девка помешана на честь. Она приняла тебя на коробе. А если немного повезет, может ты ее и трахнуть сумеешь. Ты болен, Дед Мальчик. Говорят, она совсем не дурна. Или деревенские бабенки не по себе. Не твое дело. На случай, если эльфы не разбираются в посольских знаках, наденет доспех. Его королевское величество дарует его тебе с благословением. Королевская забота о человеке, от которого зависит королевская жизнь, в катаконду. Может был сразу сюда поясняться. Я это не знал. Ну, лишний доспехникам да не бывает. И он нам дает амулет, который будет нам указывать направление в этом тумане в колдовском. Без этого амулета, я так думаю, скорее бы мы там пройдем. Итак, у нас новый уровень. Вот доспехи. Зираэль. Если их сравнить. То есть, здоровье можно подкачать. Броню здесь тоже можно подкачать. Так что они по-любому лучше. Если правильно у них положиться, они будут лучше того, который у нас сейчас есть. Так. Выходим из верхнего лагеря. И кому мы видим. Желтый пивай. Старый пивай. Старый пивай. Старый пивай. Хуже кривай. Хуже кривай. Кто нам расскажет, что ты достал этот Кайдвинский лагерь. Краснолет. У тебя часа водки нет. Сдохнуть, чем здесь сидеть. И он вместе с нами. У тебя все хуже, чем я думал. Чувствуй себя как бордышка в клетке. Это охеревшая толпа ведет себя так, будто в жизни краснолюды не видал. Хочешь сменить обстановку, пойдем со мной. Вот. Я собираюсь увергнуть. Ты так говоришь, будто идешь в бордель за углом. Ты что? Забыла призрак? Ну, а мы с вами встретимся на амнезии, но он призрак. Я помню. Только призрак, я помню. Только и слышу не, Людька. Хватит тебя. Хватит тебя. Мои братья-краснолюды. И сдается мне сказки вам за просмотр. Пока. Ты и правда поможешь мне туда добраться? Ясное дело. Знаешь, Геральт. Я думаю, что там мое место. Я понимаю. Идем. Как мы через туман-то пойдем? Я-то думал, это верная смерть. Детмольд дал мне оберег. Ты его лучше сразу выкинь. Я бы пальцем не тронул ничего из того, что лапал этот хрен. У меня был выбор. Идти с амулетом или без. Я выбрал первое. Ну ладно. Это ж ты у нас знаток по части колдовского дерьма. Да уж. Поверь мне. И держись поближе. А мне-то что? Лучше с умным помереть, чем с дураками жить до сраной смерти. Я пойду с тобой. Попробуй. Ой. Попробуй. Ух! Ну а ты? Продолжение следует...